Всем привет! Сегодня я бы немножечко хотел поговорить о разных типах магазинов к автомату Калашникова, быть точнее к коробчатым магазинам автомата Калашникова. Итак, прежде чем начать, напомню, что я занимаюсь в принципе внешним и внутренним тюнингом страйкбольных пистолетов, пневматических пистолетов, страйкбольных приводов, покраска, гравировка, полировка, покраска, ММГ и СХП. Готовые работы можно посмотреть у меня на сайте, заказать тюнинг в ваших девайсах, можно в ВК и в Телеграме. Ссылочки, как и ссылка на сайт, в описании под видео. Калибра 7,62х39. Эти магазины подходят ко всем АК, которые питаются патронами 7,62х39. Значит, вот у меня в коллекции 5 разных магазинов. Посмотрим, чем они отключаются. Ну, давайте начнем с современного. Современные автоматы комплектуются пластиковым магазином. Обычный, высокопрочный пластик, легонький в этом его преимущество. Давайте посмотрим, сколько он весит. Весит данный магазин без патронов 216 грамм. Ну, еще давайте посмотрим за одно сразу, сколько весят патронов. Вот у меня тут 30 штук макетов патронов. От боевых они отличаются тем, что там нет фороха, но это совсем небольшая коррекция полезных. Значит, 30 патронов у нас весит 439 грамм. Ну, боевой комплект может будет весить 500 с копейками. Значит, 500 с копейками патроны и магазин пластиковый, 215-217 грамм. Еще раз повторюсь, это они идут современные, новодельные. Дальше посмотрим, вот металлические магазины. Их два типа. Один металл с ребром, то есть у него есть ребра жесткости. И второй металл, так называемый, сталинский. Он гладкий, от него достаточно быстро отказались, потому что он гораздо менее прочный. То есть, если там он упал, на него упали. То есть, его можно продавить, и подача патронов должным образом осуществляться не будет. Вот, вот этот надежнее. Но, какие минусы у металла? Металл ржавеет, приходит в негодность. От них сейчас тоже отказались. Давайте посмотрим, сколько весит обычный металлический, ну, ребристый. Его вес 347 грамм. И, так называемый, сталинский, гладкий металлический. Его вес 427 грамм. Достаточно тяжелый. Также существует алюминиевый магазин, так называемый десантный. Он очень легонький, в отличие от обычных металлических. Весит он всего лишь 190 грамм. Представляете, если, допустим, таких тащить с собой 30 штук, тащить там 400 с чем-то грамм или 190. Больше, чем в два раза получается. вес. Ну, и также бакелитовый магазин. Что такое бакелит? Это у нас, скажем так, спец пластмасса. Я оставлю ссылочку в описании, если интересно поподробнее почитать, что такое бакелит. Почитайте, посмотрите. Я не хочу в это особо углубляться. Использовались они, производились в СССР. Сейчас делают современный новодел, ну, больше, наверное, как уже кусочек истории. То есть, все-таки, основная их масса, именно как функциональные, производились в СССР, там, по-моему, в 60-х годах, если я не ошибаюсь. Вес его 251 грамм. Вот. В принципе, если я что-то забыл сказать, упомянуть что-то интересное или еще есть какой-то тип коробочного магазина, пишите в комментариях. Будет здорово. Еще один интересный момент по поводу магазинов от автомата-каошников. Если взять два одинаковых магазина, и тот, и другой на 35 мм, и сложить их рядом, то один будет казаться больше. Это всего лишь оптическая иллюзия, но, тем не менее, это факт. Вот так вот один больше, вот так вот один больше. Если их развернуть вот так, то они одинаковые. Если приложить, они одинаковые. Если друг за другом, то, пожалуйста. Если взять, попробую взять в руки три магазина, то следующий будет казаться еще меньше. Вот. Такая вот интересная оптическая иллюзия. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok